Радио Центра Сангейт 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 там, с детьми, улучшить с ними отношения. Это просто полезные знания, они всем нужны. Это было очень интересно, я присутствовала на заседании этого клуба, когда мы обсуждали эту книжку, была совершенно удивительная встреча, и я почерпнула для себя очень много интересного, и, кстати, уже применила в жизни. Замечательно. Очень даже помогло. Лита, я хочу сказать, что вот ты сейчас сказала золотые слова, не просто узнать, а применить. Вот это то, что нам всем не хватает. Теории мало, нужна практика. Вот когда мы практикуем, тогда мы можем найти что-то для себя, открыть новое и вообще изменить себя. На самом деле мы к этому стремимся, правда? Конечно, мы очень хотим изменить свою жизнь, но очень мало для этого делает. Теория великолепна, надо заниматься практикой. А по каким же принципам вы выбираете книги, которые представляются в клубе интересных? Ну, во-первых, чтобы это было интересно, чтобы это было захватывающе, чтобы люди слушали просто, затаив дыхание. Потом, чтобы это были книги, которые, знаете, не у всех есть время читать, а некоторые вообще не читают. Мы все-таки живем в век интернета, и хочется донести до людей что-то необыкновенное. Вот чтобы просто глаза на лоб вылезли, и мозги встали с дыбом. И чтобы это было очень полезно. А что же вообще сейчас людям полезно? Что все люди хотят в этой жизни? Они хотят, чтобы их любили. Это правда. Любовь. Это правда. Люди хотят жить благополучной жизнью. Им нужны финансовые благополучия, деньги, моргий, чтобы был выплачен. То есть нужно материальное благополучие, нужна любовь. И здоровье, правда? Здоровье. А вы знаете, здоровье-то как бы вытекает из всего этого. Если человек счастлив, он здоров. Да, как мы любим говорить, если жизнь у него сбалансирована. И что же такое баланс? Это уже вообще другая тема, но на самом деле какая же книжка будет представляться на этот раз? На этот раз будет представляться книжка Ричарда Баха. Ричарда Баха все знают и помнят еще, наверное, по книжке «Чайка по имени Левингстон». Джонатан Левингстон. Ее все читали. Я тоже. Но Ричард Бах написал еще несколько таких же маленьких книжоночек, но очень ценных. И одна из них называется «Гипноз для Марии». Эта книжка пришла в мою жизнь недавно. Можно я расскажу? Конечно, обязательно. Это будет очень интересно. Спасибо, Наташа. Я давно слышала, как и вы все, о том, что мы живем в мире иллюзий, что все вокруг майя, как говорят буддисты. И я теоретически это слышала, но практически мне это было совершенно непонятно. И вот пришлось мне пережить тяжелую операцию, и потом после операции, наверное, я находилась долго под воздействием обезболивающих, морфия. И я вдруг это поняла вот как бы на своей собственной шкуре. Я вдруг поняла, что очень легко переходить из одного как бы измерения или из одного мира и иллюзий в другой. И стала людям об этом рассказывать. Своим знакомым, близким. Они не очень сильно понимали, о чем я говорю, но во всяком случае одна из моих знакомых принесла мне книжку Ричарда Баха «Гипноз для Марии». И оказалось, что вот это как раз об этом. О том, что мы живем в мире, который мы сами себе создаем, своими мыслями, своими убеждениями. Живем в этом мире. Он не называет мир иллюзий. Он говорит про гипноз. И рассказывается об этом очень интересно. И опять все заговорили вокруг меня про эту книгу. И всем захотелось поделиться, рассказать, как это здорово, а главное, практическое применение, как мы можем сами изменить свою жизнь к лучшему. То есть мы можем сами себя ввести в состояние гипноза, из этого состояния уже решать какие-то свои жизненные вопросы. Как раз вот и нет. Книжка как раз о том, что этого делать не надо. Не нужно. Окей. Оказывается, все, что мы делаем в этой жизни, мы находимся под гипнозом. Мы гипнотизируем друг друга. Каждой своей фразой, каждой эмоцией гипнотизируем друг друга. Мало того, находимся под самогипнозом благодаря своему внутреннему диалогу. Постоянному. То есть он рассказывает в этой книге, Ричард Бах, устами своего героя, ну, конечно, инструктора по полетам. Он сам летчик, и все его герои тоже имеют отношение к полетам. Рассказывает об этом просто, доходчиво. И каждому, мне кажется, интересно понять, как легко, оказывается, поменять свою жизнь. Не надо идти к гипнотизёрую. Мы сами хорошие гипнотизёры. Вот вы сейчас меня практически загипнотизировали, потому что я сижу слушаю, и мне уже очень интересно, и уже непременно хочется, во-первых, книжку прочитать со мной, потому что именно эту конкретную Ричарда Баха я не читала. Но также просто чувствую, что необходимо прийти навстречу и всё это послушать. А кто же будет представлять книжку? Я хочу сказать, кто будет представлять книжку, а перед этим сказать для тех, кто слушает нас, приходите обязательно. Я обязательно всем, кто приходит, бесплатно, в подарок, посылаю эту книжку, ну, ту, которая представляется в электронном формате. Кроме того, в конце мы обязательно разыгрываем эту книжку и всякие другие. У нас лотерея практически беспроигрышная. То есть приходите, будет интересно. То есть выигрывает не один человек, а довольно большое количество, то есть многие получают свои какие-то призы. В том числе Центр Сангей тоже представляет приз, и в данном случае это, скорее всего, будет сеанс 20-минутный на нашей кристаллической установке, на нашей кристаллбэн. Так что приходите, и вы можете получить даже ещё и приз другого плана, не только книжку. Да, это очень здорово. Главный приз, конечно, не книжка, а получить инструмент, который поможет что-то в своей жизни улучшить. Иначе зачем вообще всё ходить? Надо улучшать. То есть любая книжка, которую мы читаем, это не просто чтиво, это то, что нужно применить в своей жизни, правда? Ну, конечно. Давайте напомним радиослушателям нашим, когда всё-таки состоится встреча. Встреча состоится в субботу. Вообще она проходит раз в месяц по субботам. Какую-нибудь там в серединке субботу берём вторую или третью. Значит, в этом месяце в апреле суббота, 16 апреля в 4 часа. 4 часа тоже выбрано не случайно. Те, кто работает, закончили работу. Те, кто не работает, отправились на шопинг, закончили шопинг. Те, кто идут на день рождения и на юбилей в субботний вечер, к этому времени освободятся. То есть с 4 до 6 – это такое очень оптимальное время. Наталья, но у нас не только обсуждение книжки происходит, у нас ещё есть перерыв, чайпитием, да, без этого не обходится. Обязательно. Где можно поговорить и обсудить, то есть не только послушать, но ещё высказаться. Да. Хочу сказать, что это не обсуждение книжки, а её представление. Мы рассказываем эту книжку для тех, у кого нет времени прочитать или вообще не читает. Это очень важно. А потом уже обсуждение. Да. Есть такие книги, есть такие клубы книжные, когда нужно прийти с уже прочитанной книжкой. Я ходила на такие клубы к американцам и ходила с удовольствием. Книжки были замечательные, но я не успевала за месяц прочитать книжку, тем более на английском всё-таки не так быстро читается. Я перестала туда ходить, и я подумала, мой клуб гораздо лучше. Здесь ничего не нужно делать, только получать. Это правда. То есть, значит, можно просто прийти, послушать, получить какие-то свои знания, но потом, конечно, по возможности их реализовывать. Многие люди, прослушав, хотят прочитать, поэтому я эту книжку всем посылаю бесплатно. А многим бывает достаточно вот того, чтобы рассказали? Да, действительно, и смотришь, и время сэкономится. Совершенно замечательно. Я хочу рассказать о том, кто будет представлять эту книжку. Да, спасибо. Начинала я этот клуб эзотерических знаний, тогда он так назывался, сама, сама рассказывала книжки. Но люди, которые слушали меня, они сказали, знаешь, дорогая, мы тоже читаем интересные книжки, тоже эзотерические, и мы тоже хотим их рассказать. И таким образом получилось, что теперь в этом клубе рассказчиком являюсь не я одна, а нас восемь, уже десять человек по очереди рассказывают. В этот раз будет рассказывать Флёра Макарова. Очень интересный человек. Она очень увлекается искусством, живописью, много читает. Вообще вся такая очень светлая, знаете, устремлённая к каким-то божественным вершинам. Наталья, ну я думаю, что в вашем окружении и в нашем окружении все люди светлые, правда? Другие к нам не попадают. Это абсолютно точно. И нас сейчас слушают. Тоже все очень светлые люди. И замечательные. Поэтому мы всех приглашаем ещё раз посетить встречу, которая состоится уже в эту субботу, 16 апреля, в 4 часа дня. И приглашайте своих друзей, приводите свою семью, приводите всех, кому будет интересно послушать вот рассказ о книге Ричарда Баха. Ричард Бах «Гипноз для Марии». Гарантирую, что будет интересно. Наташа, ну и раз мы уже беседуем, есть ли планы уже на следующий раз, на следующую встречу? Ну, конечно, есть. В мае мы будем рассказывать книжку, я говорю «мы», потому что будет рассказывать целая команда, знаете, такие артисты. Вот-вот, это уже потрясающе, уже почти спектакль. Почти спектакль. В мае вот эту книжку «Пять языков любви», ой, извиняюсь, в январе рассказывало пять человек, поскольку пять языков любви. А в мае будет рассказывать семь человек, потому что мы будем рассказывать про семь домов. Книжка, которую написал «Крайон. Путешествие домой». И там... Обалдеть, я уже... Когда же это будет? Это будет в мае, в какую-то субботу, не помню, надо посмотреть календарь. Мы должны пересмотреть календарь, потому что это моя любимая книжка, и если я буду в Бразилии, мы всё переносим. Поэтому мы сейчас дату не называем, хорошо? Хорошо. Но это будет в мае, в мае, в субботу. И поскольку главный герой проходит в своём путешествии, в своих приключениях необыкновенных семь домов, то рассказывать будет семь человек. Это почти уже спектакль. Я почти уже улетела. Я уже встречаюсь, наверное, с зелёным ангелом. Спасибо огромное. Ну, хорошо. А, в общем, если будут какие-то вопросы, можно позвонить? Да, у меня есть телефон 847-220-45-47, или послать мне e-mail. Да, e-mail трудно запомнить, но вся информация есть у нас на сайте sungatescenter.com, есть календарь, и вы можете посмотреть расписание и приходить на все мероприятия, ну и, конечно же, в первую очередь на Клуб Интересного с Натальей Рэмми. Точно не пожалеете. Ни в коем случае. Спасибо огромное, Наталья, за такое прекрасное представление. Ну и до новых встреч. Спасибо большое, Рита, за то, что вы предоставляете мне эту прекрасную возможность выступить на вашем радио и пригласить всех желающих к нам прийти. До свидания. Всего доброго, всем хорошего настроения. Хорошего денёчка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин